Праздник 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 Дорогие друзья, губернатор Тверской области, герой России Андрей Владимирович Шевелев. Добрый день, добрый вечер, дорогие друзья, я искренне рад сегодня быть в этом зале, рад потому, что нас всех объединяет одна судьба. Комсомол, для нескольких поколений это больше, чем просто слова, невзирая на разный возраст, род занятий. Для всех нас комсомол стал настоящей школой жизни, в которой мы получили закал уроки чести и настоящую дружбу. Мы учились отвечать за себя и за свои поступки. Можно бесконечно рассуждать надирным комсомола, критиковать, хвалить, давать ему разные оценки, но все это меркнет перед одним неспоимым фактом. С помощью энтузиазма и потрясающей веры, справедливости, бескорыстного труда и самопожертвования комсомольцев, наша страна в труднейших условиях одержала победу над фашизмом, поднялась из руин и первой в мире покорила космос. Взять наши города, Тверь, Ржев, многие другие, разрушенные войной, наши села, все они восстанавливались в основном руками красомольцев. Их бескорыстие и любовь к своему краю поистине творили чудеса. За считанные месяцы, иногда за гранью человеческих возможностей, на голом месте появлялись новые микрорайоны, строились заводы и сельхозпредприятия. Встречаясь с ветеранами комсомола, могу сказать, что дух комсомола невозможно выветрить годами. Он остается с человеком навсегда. Многие комсомольские лидеры в дальнейшем связали свою жизнь с социальной сферой нашей области, образованием, культурой, наукой, спортом и своим личным примером, отношением к труду. Труду дали родному району, родной области, родному городу то, что мы сейчас имеем. Светлое, настоящее, светлое прошлое, и я уверен, заложили фундамент лучшего будущего. Многие стали крепкими хозяйствами, руководителями, на которых держалось и держатся крупные предприятия и колхозы. Целые подрасли, весь объект. И совершенно неправильно в отношении к судьбе России отчуждать нынешнюю молодежь от этого легендарного прошлого нашей страны. Нам есть, что взять от комсомола, если мы, конечно, хотим не стать иванами, и не помнящими расставами. Если хотим, чтобы новое поколение мечтало жить и работать, и расти детей в своей, а не в чужой стране. Чтобы оно было сильным, активным, свободным и успешным. С этой точки зрения, опыт комсомола представляет практический интерес для общественных организаций, так и для региональной и муниципальной власти, которые сегодня находятся в поиске эффективных форм молодежной политики. И я сегодня, пользуясь этим торжественным моментом, обращаюсь к этой трибуны к вам, дорогие комсомолицы. Обращаюсь к вам со словами надежды на то, что вы передадите подрастающему поколению свою неравнодушную гражданскую позицию. То такое бескорыстное услужение своей страны, которое горит в ваших сердцах по сей день. Сегодня в Абонсаре, я думаю, что вы обратили внимание, находятся не только ветераны комсомолок, но и молодежь. Это еще раз доказывает, что новое поколение не потеряно. Очень многим нашим молодым землякам чужда в рай безнравственности и бездушия, и эгоизма, культа денег и корысти. Они также хотят верить в лучшее будущее России и бороться за него. Дорогие комсомолицы, я искренне благодарю вас за труд на благо Тверского края. Спасибо вам за любовь к родной земле, веру в возрождение добрых традиций молодежного движения. И за главный принцип, который вы несете через всю жизнь. Раньше думай о Родине, а потом о себе. Искренне поздравляю вас с предстоящим 95-летием Всесоюзного Ленинского политического союза молодежи. Пожелать хочу одного – здоровья, сохранить энергию, энтузиазм, и ваше плечо я. Здоровья! Представительный личный вклад в работу по гражданско-патриотическому и нравственному воспитанию граждан, проживающих на территории Тверской области, наградить Почетным знаком губернатора Тверской области крест святого Михаила Тверского Владимира Владимировича Воробьева, заместительный председатель Совета Старейцев и коммерческого вооружения Ассоциации Тверских Зелядческих Город Веки. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Большое спасибо за высокую акцентную выигрыш «Скорного Гуда». Возьмите от имени оргкомитета сердечно поздравить всех комсомольцев, ветеранов, молодежь с этим славным юбилеем. Нашим паролем было и остается. Главное, ребята, сердцем не стареть. Я думаю, что в этом же составе встретимся в инсталенте. Спасибо. За осуществление благотворительной деятельности, направленной на социальную поддержку и защиту граждан, наградить почетным знаком губернатора Тверской области за благотворительность великая княгиня Анна Кашинская, Болгову Нину Петровну, генерального директора САУ, председатель Совета общественного управления Тверской области, почетный гражданин Тверской области. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый Андрей Владимирович, уважаемые товарищи и друзья, сердечно поздравляю вас с нашими юбилеем, нам без пяти столов. Спасибо за столь высокое длинное награды. Вступая к комсомолу, мы давали клятву, быть веком Отечеству и народу. И мы принесли эту клятву через свою жизнь и принесем. Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, вседаловки в душе, надежды. И самое главное, чтобы в душе был святок комсомола и храм Господний. Всего доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ За активную общественную деятельность и личный вклад в работу по гражданскопатриотическому и нравственному воспитанию граждан, проживающих на территории Тверской области, наградить Почетные грамоты и губернатора Тверской области, Берожкину Марину Евгеньевну, главному врачам и статусам бюджетов проведения здравоохранения, городская клиническая больница номер один, имени Успецкого, город Дверь. АПЛОДИСМЕНТЫ Благодарность губернатора Тверской области объявляется Вятелевой Дине Ивановне, председателю первичной организации работников педагогического труда городского совета литераторов, город Кипры, Тверская область. АПЛОДИСМЕНТЫ С наступающим праздником! Хорошего вечера! Знаю, что зал не уместил всех, кто сейчас остался в ряда самому, передайте, пожалуйста, мои слова поздравления знакомым, родным и близким. Хорошего вечера! АПЛОДИСМЕНТЫ На сцену приглашается председатель Законодательного собрания Тверской области Андрей Николаевич Епишин. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Бесконечные слова благодарности и уважения здесь присутствующим ветеранам Великой Отечества и комсомольцам, кто свой комсомольский билет поймал в кармане гимнастерки, даже защищая, может быть, комсомольский билет от пуль врага. АПЛОДИСМЕНТЫ СЛОВА ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ одному из легендарных поколений комсомольцев 40-50-х годов, восстановления страны, новые стройки, фактический прорыв в научно-техническом прогрессе развития Советского Союза. Ну а комсомольцы 60-х и 70-х годов и сегодня наши большие друзья, они нам очень дорогие, наши товарищи, наставники. Напомню, что именно в эти десятилетия у нас в Тверской области, Калининской области, когда были, начались и состоялись грандиозные союзные комсомольские стройки. Наверное, меньше в зале нас, представителей комсомольцев не взятых годов, но могу сказать, что в условии первое пролинческое организационное окна, конечно, мы получили, будучи комсомольными и командирами строя отряда. И сегодня я могу с уверенностью сказать, что все традиции, которые заложили молодежь, комсомольцы, все здесь присутствующие, все господарные губернаторы, те, кто сегодня не сумел здесь присутствовать, они живы. И то, что сегодня самое хорошее у молодежи, конечно, заложено было комсомольцами и нашими комсомольскими традициями. Давайте все это сохранять, возрождать новыми, с новыми значениями, с новыми символами. У нас никогда комсомольцами не было просто лозунгами, это реальная, была живая работа. И, конечно, самое главное, это надо передать. Вам бодрости духа, хороших, добрых дел нам все вместе, здоровья и успехов. С праздником, с юбилей. За многолетний добросовестный труд и в связи с 95-летием Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи почетные грамоты Законодательного Собрания Тверской области награждались. Читов Алексей Сергеевич, конец-некоменческого опорства Аксоциации Великобритания Мерчин, доверующий финансовый конец-некомен обкома ВВС. Витамина Алексей Григорьевич, первый секретарь Центрального райкома ВЛКСМ, первый секретарь Калининского горкома ВЛКСМ. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие комсомольцы, дорогие товарищи, я ветеран Коммунистической партии, ветеран Всесоюзного Лейнерского Коммунистического Союза Владёжи. Благодаря всем вам, всем жителям нашего города Твери, города воинской славы, с великим событием, праздником нашего народа, 25-летием Всесоюзного Лейнерского Коммунистического Союза Владёжи. Благодарю вам, всем доброго здоровья и лучшей жизни для народа. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вступил в Комсомол в 1940-м году. Комсомольский билет я вручал в 1-й секретарь Пауманского райкома партии Айгома Комсомола, города Москвы, по своим я жил и учился в Москве. С Комсомольским билетом я прошел Великую Отечественную войну. С Комсомольским билетом я воевал с автоматом на руках на обороненском фронте. Прошел, вешен, свыше тысячи километров со своей 1-й стрелковой роты 973-го стрелкового полка 270-й стрелковой дивизии от города Павловского райской области до города Харькова. Освобождали город Новый Оскол 4-го февраля 1943 года и 8-го марта освободили город Волчанск. Это крупный город Харьковской области. У меня до сих пор перед глазами стоят эти бои за все уграждение этих городов. Я поздравляю наших воинов, наших офицеров, нашей Красной армии с этой великой победой всех раздражений. Я поздравляю после войны работать на комсомольской работе. Я был 4 года первым секретарем Центрального райкома комсомола города Калинина в то время и 3 года первым секретарем Калининского горкома комсомола. Я должен сказать, мы тогда не ждали, а сами решали все вопросы. Главный вопрос, который мы решали, что касается комсомола, это мы подбирали хороших, считает первичных комсомольских организаций, которые бы пользовались артистетом среди молодежи. И такие у нас были. Картинерки комсомольской организации Клопчат-Бумажа в Лугомерах возглавляла Калина Норикова. Комсомольская организация Магоностроительного завода Оксана Небряева. Это такие были прекрасные работники комсомольские. Мы за собой били тысячные комсомольские организации. Дорогие товарищи, еще раз я благодарю законодательное собрание за награждение. Еще раз вас поздравляю с праздником 25 дней. Царский Владимир Арнольдович, директор Финскового государства Олимпийского театра «Рамы», инструктор отдела спортивной и огромной массовой работы Калининского горкома «Бумажа» По распоряжению председателя Законодательного собрания Тверской области Благодарный Законодательного собрания Тверской области Объявляется Валянской Людмиле Норовне, инструктору Калининского горкома «Бумажа» На сцену приглашается глава города Двери Александр Борисович Корзин Уважаемый Андрей Владимирович, уважаемый комсомольцы, добрый вечер. Я искренне рад приветствовать вас на столь великом, большом комсомольском собрании, посвященном юбилею комсомольской организации. К сожалению, нынешняя молодежь не знает, что такое комсомол, а мы, советские молодые люди, постыдные в духе комсомола, которые, естественно, те задачи, которые ставили нам комсомол. Если помните, основные задачи комсомола в уставе, как там было написано, «воспитание юношей девушек в духе великих идей, воспитание патриотизма, преданности государства». Вот именно таких принципов выросли все вы, сидящие в этом зале, которые передают эстафету нынешней молодежи, которые вызывают и наш русский регион, и вызывают двери. Именно таким принципом вы руководствовались, когда были на комсомольских стройках, сельхозотрядах, добровольных народных дружинах. За вчера комсомолс на правду писали, что ни одна стройка Советского Союза не обошлась без комсомолства. Ни одна маломальская, большая стройка, только комсомольцы воздвигли те великие и серьезные объекты, которые есть сейчас и в России, и в Турской регион, и в городе Твери. Поэтому спасибо вам, низкий поклон за это. Комсомол нас научил коллективизму, научил по государственному мыслить. И мне кажется, в этом зале сидят состоящиеся люди не только в профессии, но и как личности. Приятно было видеть и молодых людей, о которых все время уже говорилось, в Кургерской отряде. Приятно видеть ветеранов, иконостасов, которые увешаны великими наградами Родины, и просто людей в бежаках, которые делают нашу историю. И принято в празднике дарить подарки. Я хочу пожелать вам в этот день всего самого доброго, чтобы все хорошее, что было профессионально, а на 99% вы знаете, что было только хорошее. Мы использовали совместно в нашей работе в развитии нашего родного Тверского региона, в развитии нашего родного города. Праздник, дорогие друзья! Благодарю себе в план развития экономики города и городского хозяйства и активное участие в общественной жизни города Твери наградить почетным знаком главы города Твери за заслуги перед городом Горячего Сергея Александровича, директором общества за граничной ответственностью строительная компания «Таловский фасад». Иванова Евгения Алексеевича, директора общества с ограниченной ответственностью спортивно-гостиничный комплекс «Юность». Горячего Сергея Александровича, «Юность Родины» Что такое комсомол? Это юность Родины. Что такое комсомол? Это гордость Родины. Это чудо города, что в тайге построены. Это трудные пути, что геройские пройдены. Это совести глаза, будто небо синее Это руки мастеров молодые, сильные Что такое комсомол? Это память грозная Что такое комсомол? Это племя звездное Это дружная семья, это песня ладная Это слава наших дней, как мечта крылатая Пусть Бог любит, пусть любатся во мне По рассвете, только доброго души не покой И сурово вредные дети, отставайте и добройцы И седрит вашей вертолой кушкой Сквозь церковь не пройдет, если душно Открывать молодые пути Комсомольцы добровольцы Надо верить, верить беззаветно И в солнце порой претросветной Только одна, можно счастье найти Поднимайся в небесную мысль Опускайся, любимые земли Очень добрые вы родились И в небесной местами Россия Комсомольцы, добройцы Мы сильны нашей верной и дружной Сквозь церковь не пройдет, если нужно Открывать молодые пути Комсомольцы, добройцы Надо верить, верить беззаветно И в солнце порой претросветной Только одна, можно счастье найти Лучше нету дороги Комсомольцы, добройцы Все, что есть, не смыкаем на свете Что придумано на нашей реке Пусть церковь не пройдет, как с тобой Церковь не пройдет Если нужно Открывать молодые пути Комсомольцы, добройцы Надо верить, верить беззаветно И в солнце порой претросветной Только одна, можно счастье найти 95 лет назад появилась молодежная организация Которую назвали Российский Коммунистический Союз Молодежи Его история, это история нашей страны Вот что было записано в уставе Комсомола Любовь к Родине, добросовестный труд Высокое сознание общественного долга Товарищеская взаимопомощь Взаимное уважение, честь и справедливость Забота о воспитании детей Дружба и братство Мир и свобода Комсомольцы были всегда там Где нужны были Родине Их молодость и задор Их силы и бодрость, преданность и самоотверженность Каждый второй комсомолец нашей области Добровольцем пошел на гражданскую войну А Великая Отечественная война Сколько о ней стихов написано Песен спел Но не до конца сказаны все слова Не до конца отдан долг тем, кто защитил страну нашу Уже стали дедами сыновья тех, кто молодыми ребятами легли в землю нашу, защищая ее от врага Я недавно наткнулся на письмо одного комсомольца-фронтовика Он писал своему маленькому сыну Дорогой мой сынок Берлин И это название героя Советского Союза Он вспоминает с гордостью Мы побывали в гостей у Сергея Андреевича Кобулева И внимание на экран Я в Калинине сам Всей душой Всегда там С вами И Каждый успех в Калининской области радует Вот у меня и книжки здесь есть Калининские Я спешу за событиями в Калининской области А пожелать, что можно Успешно справиться с экономическими задачами Успешно выправить сельское хозяйство Сам город Калинин Тоже, чтобы совершенствовался, обустраивался Чтобы было приятно в Калинин приехать Калининцы заслуживают хороших условий жизни Это трудолюбивый, честный, хороший, справедливый народ Самые добрые пожелания и поздравления с 95-летием Молодежи Калининской Людям, которые в свое время работали в комсомоле В области и районах Там много знакомых было Так что все добра, здоровья и благополучия Комсомолец Павел Федорович Анисимов был разведчиком Его 52-я отдельная рота разведки Дала нашей победе четырех героев Советского Союза И трех полных кавалеров орденов советской славы Сам он награжден орденам и славы двух степеней Надо добавить очень значительный факт В роте служило всего 50 человек Бывший разведчик, а ныне почетный декан Почетный профессор Тверского государственного технического университета Почетный гражданин города Твери Павел Федорович Анисимов Предсутствует сегодня в нашем зале Павел Федорович, праздник у нас Спасибо вам за мужество Любим вам всего один вопрос Павел Федорович, какая у вас любимая песня? Темная ночь в исполнении Марка Бернестера Для всех фронтовиков, для всех коксомольцев Звучит песня Темная ночь Темная ночь Только будет звездяк по стени Только ветер будит провода Тускло звезды мерцают В темную ночь Любимая знаю, не спишь И у детской кровати только Ты слезу утираешь Как я люблю Двумину твоих ласковых глаз Так я хочу К ним прижаться сейчас Губами Темная ночь Разделяется нервимая нервис И широкая черная стель Пролегла между бумагами Верю в тебя Дорогую подругу мою Эта ветра от боли меня Темной ночью хранила. Радостом мне Я спокойен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, Что со мной не случилось. Смерть не страшна, С ней не раз мы встречались с теми. Вот и теперь над окною она кружится. Ты меня ждешь, И у меня цвета права виски. И поэтому, знаю, со мной Ничего не случится. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нужно было топлива Комсомол строил новые шахты Проникали в недры субы Комсомольцы и молодежь Активно участвовали в развитии Нашей области И в том, что Калининская область Была награждена орденом Ленина А город Калинин орденом Трудового Красного Знамени Есть немалый трудовой вклад Калининской областной Комсомольской организации В 60-е и 70-е годы Обком ВЛКСМ Взглавлял Владимир Антонович Суслов Владимир Антонович Позорный гражданинской области Владимир Антонович Знак пожета Двух орденов Трудового Красного Знамени Владимир Антонович Мы приглашаем вас на сцену Дорогие друзья Дорогие друзья История комсомола Неразрывно связана С историей нашей страны И огромный вклад В решение всех Грандиозных задач Которые стояли перед нашей страной Внес конечно Ленинский комсомол Молодежь Комсомольцы Я хочу сказать Что вот в этом зале Присутствуют сегодня Представители Нескольких поколений Среди присутствующих Малолегендарных личностей Среди которые Отличились как в труде Науке В искусстве Так и В годы Великой Отечественной войны И послевоенной Мы Вот представители уже Как дети войны И послевоенные Всегда восторгались И брали пример Со старшего поколения Вот сегодня Алексей Григорьевич Сихомиров выступал И на днях ему Отмечали 90 лет Спасибо Елена Истинная 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 Патриот Нашего города И в зале Присутствуют люди Которым и В три раза меньше И в два раза меньше Жене сегодня Его награждали Он В два раза Молодежь Алексей Григорьевич Но тоже Комсомолец По духу И по своим делам Хочу сказать Что вот Есть такое Сравнение что молодость, она как бы приравнивается к кодексу аллегории к золоту, а средний возраст к серебру, а возраст зрелости к бронзе. Но это не значит, что люди забронзовеют, а те, кто прошел реку жизни, он видит результаты и плоды своего труда, и тем может гордиться и понимать, что не зря в прошлом жизни. Дорогие друзья, праздник этот для нас символ дружбы, товарищества и нашего комсомольского братства. Я вас хочу искренне, сердечно поздравить с этим событием, выразить благодарность и признательность всем, с кем вместе приходилось работать, и с комсомольскими работниками, и с активистами, за доверие, за дружбу, и за то, что вы учили чести и порядочности. Разве вы? Сейчас, мне кажется, самое время спеть песню о молодости, чтобы там помыла. Мы обязательно, пожалуйста, оставим вас на сцене. Мы приглашаем сюда Евгения Иманова, председателя Дверского отделения общественной организации «Российский союз молодежи», который продолжает лучшие традиции Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. Владимир Владимирович, Центральный комитет «Российского союза молодежи» – это гражданическим знаком, золотым знаком «Российского союза молодежи». А теперь, Владимир Владимирович, не зря мы говорили про песню «Как молоды мы были». Она сейчас звучит для вас и для всех комсомольцев. «Российский союза молодежи» «Только в молодых не всегда мы себя устаем». «Ничто на земле не проходит бессмертно, и юность шевчая все уже смертна. Как молодые мы были, как молодые мы были, как миссии над любими, как верили всегда. Нас тогда, без успешных печалами, все посреди на дорогах земли. Мы, друзья, за ошибки прощали, и юность шевчая все уже смертна. И юность шевчая все уже смертна. Как молодые мы были, как молодые мы были, и юность шевчая все уже смертна. Редактор субтитров А.Кулакова И юность ушедшая в столе света. Как молоды мы были, как молоды мы были, Как истинно любили, ответили всегда. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» В дни празднования 30-летия Победы организуется движение «За себя и за того парня, победители которого были сфотографированы у знамени Победы». Уявились первые бригады коммунистического труда, и молодежь включилась в работу под девизом «Не одного отстающего ряда». Развивается система наставничества, соревнования названия «Мастер – золотые руки». Сколько ярких личностей дал этот период истории. Именно таким ярким лидером был Антуфьев Владимир Степанович. Вот веки его комсомольской биографии. Секретарь комитета комсомола Политехнического института. Первый секретарь Калининского горкома ВЛКСМ. Первый секретарь Калининского обкома ВЛКСМ. Спортсмен. Яркая, неординарная личность. Один из самых талантливых организаторов движения студенческих строительных отрядов в области. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Неподукты, нелостяк, в жизни вашим не пришат. Слышишь, певель над страдою, Ветры яростных атак. И вновь продолжает с тобой. И сердцу привожь от груди. И Ленин такой молодой, И юный оттянок впереди. И Ленин такой молодой, И юный оттянок впереди. Вместе летит во все концы. Вы поверьте нам, Будут новые победы, Будут новые победы. Будут новые победы, Будут новые победы. И вновь продолжает с тобой. И сердцу привожь от груди. И Ленин такой молодой, И юный оттянок впереди. И Ленин такой молодой, И юный оттянок впереди. Смирно милости не жди, Жизнь для правды не щади. Нам, ребята, в этой жизни Только с правдой по пути. И вновь продолжает с тобой. И сердцу привожь от груди. И Ленин такой молодой, И юный оттянок впереди. И Ленин такой молодой, И юный оттянок впереди. Весной и снегопад, В мир и ветер непогад. С нами юность всей планеты, Наш Всевирный строят грязь. И вновь продолжает с тобой, И сердцу привожь от груди. И Ленин, такой молодой и юный отчаянный. 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 Сегодня мы произносим слова благодарности всем тем, кто возглавлял комсомольскую организацию в школе, на заводе, на стройке, в воинских частях, в колхозах. Это были лучшие из лучших. Интересные и светлые воспоминания связаны у всех присутствующих здесь с комсомольской юностью. Каждому из них есть что сказать. Комсомольско-молодежные коллективы, оперативные отряды, комсомольский прошехтор, военно-спортивные игры «Орленок из Орница», «Золотая шайба», «Кожаный мяч» – это все комсомол, передовой отряд молодежи. Середина Антонина Александровна. Трехкратная чемпионка мира, двукратная олимпийская чемпионка погребленного Идана. Комсомолка, спортсменка и просто красавица. Аплодисменты. 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 Антонина Александровна на Олимпийских играх в риме в 1960 году поставила рекорд, который не побил еще не один спортсмен России. Она стала двукратной победительницей. Но не все было гладко, насколько я знаю. Во втором заезде происходили какие-нибудь кажется, и ваша партнерша-подруга прибыли. А еще что случилось на старте? На старте было очень тяжело, можно сказать, потому что мы не ожидали, что у нас задержат. Это сейчас автоматика работает, что нет никаких помех. Если ты готов, то всегда выберешь и выграешь. Там держали нашу лодку. Но так как мы уже я лично завоевали золото, а в другой команде, которая четырежды выступала на олимпийских выражениях, не было у нее золота, то, конечно, ей хотелось выиграть. Мы с ней боролись до олимпийских, и здесь на старте, конечно, я не знаю, по какой вине, но держатель нас задержал, и мы с места не могли оторвать лодку, так как сила пурская не дала нашей двойной силе, мне не могли, чтобы не оторвать, вырвать лодку с этого, но все же я не отложала, потому что, когда меня отправляли на олимпийские, за нашу страну, за нашу родину, и особенно Тверь, хотя я уже в Москве жила, но все нагрузки и все результаты, которые базу поставила я на Тверской земле, то было так, что как же так, что нас сейчас снимут. И поэтому Маша хотела остановиться, я в этот момент, можно сказать, деревенским злобом, когда во время войны готовила бычку на фронт, чтобы дать зерно, потому что прошла трудовой фронт в Тверской области все пять лет. Поэтому, ну, сейчас нельзя это слово сказать, но я ей сказала. Она обежела, можно сказать, что от меня получила такой вызов. Она, правда, собралась, и мы уже на 250 метрах, конечно, догнали и обошли. И обошли так с озвостью, что мы выиграли две с половиной секунды. Это была золотая медаль, и первая золотая медаль для нашей команды, то, что с твой день в нашей команде не было медалей. Золотые. За это спасибо, конечно, не только за мою, за победу нашей команды, всей нашей команды страны, меня, я, Горгий, Мленин. Я довольна и рад, что я могла все сделать то, что мне было поставлено жизнью. Во-первых, воспитание мамы, у нас 11 человек было, всех воспитала, поставила на ноги. Во-вторых, воспитание, правда, любви к окружающей среде, никого не обижать и всем помогать. Второе, это пионерский лагерь, пионерия, даже с начала октября в своей семье только одна ходила в детский сад, потому что слишком опережала все события в своей семье. Позднее, конечно, комсомол. В комсомол я вступала в Твери, на пиловаренном заводе, уже, как говорится, работала бухгалтером. Но в этот момент мне не доставало знаний или того, чтобы дать еще больше, хотя я уже имела образование, ну, конечно, курсы. Мама сказала, что надо учиться, нельзя, надо идти в Твери, и я обязательно велела пойти учиться. Я только могла закончить техникум, так как еще трудно было жить. Но в техникуме я, как говорится, не отстала и техникум. В техникуме меня принимают досрочно, можно сказать, в партию. Я в комсомоле была всего два года, но вела общественную работу. Партийная работа, в комсомоле, когда коммунистом меня приняли на втором курсе, конечно, я продолжила общественную работу долго рассказывать, но я благодаря трудолюбию, постановке и то, что каждый человек, рожденный в нашей стране, особенно в Тверской губернии, должен трудиться и знать, что он что-то должен сделать для страны. Спасибо. Вот так вот, несмотря на все препятствия, Антонина Александровна, благодаря волшебному слову, стала олимпийской чемпионкой. Потом, опять же, отроживайте, я услугнее передам нашим молодым спортсменам. Может быть, они будут повторять вашу будущее. Большую роль развития детского спорта в Тверской области сыграли Евгений Григорьевич Ковлюченко, Антонина Сергеевна Зинякина, Лидия Васильевна Маркунова, заслуженный работник физической культуры и основатель школы художественной гимнастики в области. А многие занимались не только спортом, но и участвовали в художественной самодеятельности. А какие песни пели, о частушке. Много. Много звездочек на небе, одна ярче всех горит. Много девушек ударит, их страна моя растит. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Доревой Гарри Семенович был членом бюро Калининского обкома комсомолок Дима Торзок 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 В район далеком, близком Москвы Есть такое место, который Канакова О котором не слыхали ты Канакова, Канакова Славниная весна Канакова, Канакова О тебе знает вся страна Молодел на стройке, ночью нам не спится Славы с грузом двинулись в поко А в своей домине дарят, когда ночится Татную песенку поет Канакова, Канакова Славниная весна Канакова, Канакова О тебе знает вся страна И в числе работы, и в числе среда Не расплетают кучи северных небес В лесах и солнце над землей встанет Наша замечательная грез Канакова, Канакова Славниная весна Канакова, Канакова О тебе знает вся страна Канакова, Канакова Оцарятся голоды нашей жизни Глобой, лавным светом, молодым огнем И всякую весна Канакова, вы еще услышите о нем Канакова, Канакова Славниная весна Канакова, Канакова О тебе знает вся страна Канакова, Канакова Славниная весна Канакова, Канакова О тебе знает вся страна Канакова, Канакова Канакова, Канакова, Канакова Полный кавалер ордена трудовой славы Высший полиграфист Клочков Вячеслав Иванович Герой социалистического труда Девяткина Алла Леонидовна Она возглавила тракторную бригаду Кимовской машино-тракторной станции Когда еще не исполнилось 17 лет Комсомольскую молодежную бригаду Отделочников ДСК возглавляла Екатерина Борулева Они строили микрорайон Южный Простая труженица Она была членом ЦК ВЛКСМ Бюро КОМ ВЛКСМ А впоследствии стала федеральным судьей Добиться признания своего коллектива Получить высокие награды Родины Это, конечно, непросто За этим стоит огромный труд А в труде всегда помогает песня Мы пойдем ночью в поле с конем Ночкой темной тихо пойдем Мы пойдем с конем по полю вдвоем Мы пойдем с конем по полю вдвоем Ночью в поле звезд благодать В поле никого не видать Только мы с конем по полю идем 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 Сяду я в пол на коня Вверху ты неси по полю меня По бескрайнему полю моему По бескрайнему полю моему Дай-ка я разок посмотрю Где рождает поле зарю Ай, брусничный цвет Алый да рассвет Али есть то место, али его нет Ай, брусничный цвет Алый да рассвет Али есть то место, али его нет Полюшка моё, родники На них деревень огоньки Золотая рожда Кудрявый лён Я влюблён в тебя, Россия, влюблён Золотая рожда Кудрявый лён Я влюблён в тебя, Россия, влюблён Будет добрый год Кудрявый лён Мыло всяко-всяко пройдёт Ой, золотая рожда Кудрявый лён Пой о том, как я в Россию влюблён Пой, золотая рожда Пой, кудрявый лён Мы идём с конём по полю вдвоём Аплодисменты Хотелось бы рассказывать и рассказывать сегодня о наших героях-комсомольцах Но для того, чтобы рассказать обо всех, хватит нескольких дней Да, действительно, это так Но зато можно прочитать сборник воспоминаний комсомольцев разных поколений Комсомол – моя судьба Которые подготовили ветераны областной организации МКСМ в честь юбилея Составитель этого сборника Виктор Александрович Пиартистов Многолетний хранитель истории комсомола страны Он сегодня присутствует в нашем здании А сейчас давайте остановимся на ещё одной очень яркой странице истории комсомола Это цилина Шло освоение цилинных семей в Казахстане, Сибири, на Урале и Баруси В помощь цилинникам отправились отряды студенческой и рабочей молодёжи Комсомольцы со всей страны откликнулись на письмо старинского комсомольца Анатолия Малышева Который стал секретарём комитета комсомола-озерносовхоза Новорыбинской Акмолинской области Это письмо было опубликовано в газете «Комсомольская правда» Обращаясь к молодёжи, Анатолий писал «Урожай – наша общая радость, радость всего народа! Всем, кто поедет сюда, хочется пожелать доброго пути!» Бригадир тракторной бригады Анатолий Иванович Малышев был делегатом первого съезда цилинников И там он исполнил песню «Цилинное урожайное» Слова к песне ему же он написал сам, а сегодня он пришёл исполнить эту песню на нашем празднике Анатолий Иванович Малышев Анатолий Иванович Малышев «И поверь забыть нельзя» «Ты помнишь, как мечтали мы о том заветном дне?» «О первом урожайе на нашей цене нет» «Раздайся, урожайная, целинная дружбей!» Анатолий Иванович Малышев «И поверь забыть нельзя» «То из нас сильней!» «То из нас сильней!» «На лет серии, но Родина маль!» «Слово сказали, сумеем держать!» «Слово сказали, сумеем держать!» «Сегодня мы достойные хозяева стекей!» «И нет уже серийников, простовых милей!» «Аống, дрactivальма, целинной модели — «Раздай, целинная дружбей!» «И дразнику степны, милей!» «И дирковь седет риколька!» «Стайся, урожайная, целинная дружбей!» «Одинная дружбей!» «Вratеный, роди, славный, рад!» «То от России!» «То «То у нас сильней!» «То у нас сильней!» «То у нас сильней!» «На лет серийник, но родина маль!» Слово сказали, выйдем сезарь! Когда пройдут пучки и счастье красный дом, В котором ещё рано жди, завтра заживём, В полёте с мирной юности, в партии верны, Сродина гордится плодами целины! Оставься, урожайная, вселенная дружбей! ПЕСНЯ Слова сказали, сумеем дрожать! Слово сказали, сумеем дрожать! Слово сказали, сумеем дрожать! С праздником всех цилиндров, всех, кто по комсомольским путевкам из родных домов отправился туда, куда позвала Родина. Трибуной в ЛКСФ была газета «Комсомольская правда», а в нашей области газета «Смена». Первым редактором был Николай Трифонов, а внештатным сотрудником – Борис Полевой. На странице «Смена» оттачивали свои перья писатели и поэты Андрей Дементьев, Евгений Борисов, Владимир Соловьев, Александр Гевелин, Алексей Пьянов, который тоже был редактором газеты «Смена» и другие. В своих воспоминаниях об этом времени в сборнике «Комсомол. Моя судьба» рассказывает редактор газеты «Смена» Валерий Кириллов. Газеты не только освещали комсомольскую жизнь, они провозили самые разные мероприятия, активно участвовали в жизни комсомола. Как говорят, помогали зажигать. Да, 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 действительно так. Не зря ЦК ВЛКСМ производил смене звания лучшей молодежной газеты страны. Это событие было ярко отмечено. Вечером звучали любимые песни. АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА Никогда ты покоя не знал, и в любые края, как и наш тур, выходим всегда. Что бы ни делали, нам всегда по-хорошему мало. И ведет нас вперед беспокойная наша звезда. Мы — ветер нового поколения! Мы — светлая завтра нашей страны! Тебе, комсомол, в этот день — отравление! Тебе в эту ось — частичку весны! У нас огромная и прекрасная страна — Россия. Молодежь! Ей нужны ваши руки, головы и таланты. Оставшие поколения, испытанные временем, комсомол, всегда готов подсадить вам свое плечо. Аплодисменты! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Дорогие друзья Здоровья вам, счастья, удачи! И пусть комсомольский задор не покидает вас никогда С праздником!